Свою работу повара столовой гимназии номер один начинают в пятом часу утра. Рабочая смена начинается так рано, чтобы успеть сделать домашнюю лапшу и поставить тесто на выпечку. Ведь уже в девять часов завтракает первый поток школьников. Весь процесс приготовления пищи происходит непосредственно на школьной кухне. И только тефтели и котлетки приходят в замороженном виде и готовятся в парах конвектоматах непосредственно в столовой. Именно поэтому все завтраки и обеды подаются строго за 4-5 минут до захода детей в столовую. Как говорится, с пылу с жару. Мне на самом деле очень нравится питание в гимназии. Оно такое довольно-таки разнообразное. Во время праздников могут, например, день масленицы или блины. Это очень понравилось. Также супы тоже разнообразие. И еда всегда горячая. Мне нравится пища в школе. Она довольно сбалансированная. Например, по праздникам сегодня была маслица и нам дали блины. По другим праздникам нам тоже дают вкусную пищу. Например, могут иногда скомбинировать плов вместе с капустой. Дети едой довольны и это самое главное. Но родители держат все под контролем. Чтобы увидеть, чем питаются их дети, представители родительских комитетов пришли на встречу с оператором питания Гранд Логистик. Пообщались с аутсорсерами за круглым столом, подробно ознакомились с четырехнедельным меню и задали интересующие их вопросы. У родителей была возможность не только увидеть школьную еду и узнать, из каких продуктов она готовится, но и все попробовать. Первое и второе блюда – салат и, конечно же, блинчики со сгущенкой. Последние появились в школьном меню к празднику Масленицы. Это питание мне очень понравилось. Были представлены на выбор два супа. Они готовятся отдельно утром и в обед каждый раз. Нам объяснили, показали. Я удивилась, что лапша режется ежедневно утром. Хотя, например, я сама не готовлю лапшу, я покупаю. Это для меня было открытие. Я люблю сама готовить, и поэтому я могу сказать, что вкус, соотношение соли в еде достаточно. И мне очень понравилось. Эта еда, она не столовская обычная, как принято думать, а именно домашняя. Я, например, так ощутила. Не только попробовать уже готовую еду, но и своими глазами увидеть условия хранения всех продуктов. Такая возможность посетить склад предприятия гранд-логистик появилась у представителей родительских комитетов всех школ Нефтекамска. Среди них были и депутаты городского округа. Стоит отметить, что наш город является лидером по качеству питания в школах. Управление социального питания в прошлом году проверяло все общеобразовательные заведения республики на качество по 100 различным показателям. В десятку лучших республиканских общеобразовательных учреждений вошли семь нефтекамских школ, где аутсорсером является ООО «Гранд-Логистик». Это отметил на одном из заседаний правительства и глава региона. Если я не ошибаюсь, вот причина Нефтекамска, вот высокий уровень, семь учреждений. Там старый, давний, сильный оператор, правильно? Радий Федорович, все верно. Причем этот оператор, он уже занимается не только как сам процессор, то есть у него довольно-таки большая техническая база. Он построил, запустил новый цех по производству полуфабрикатов. Он взял в аренду, отремонтировал новое овощехранилище. Тем самым он имеет возможность закупать сырье в наиболее экономически оправданное время, ту же самую плодообочную продукцию в сентябре, когда она наиболее дешевая. И тем самым он экономит, скажем так, на своих издержках в процессе производства, и он за ту же самую цену будет давать лучшее качество. И у него есть возможность, естественно, как бы на заработанные деньги вкладываться в развитие не только своего производства, но в том числе пищеблогов школ. И примеры тому есть. Самой интересной частью встречи с родителями стала экскурсия по заготовочной фабрике. Именно здесь делают полуфабрикаты для школ и детских садов уже на протяжении пяти лет. В штате сотрудников числится ветеринарный врач. Именно он контролирует качество входного сырья, сам процесс производства полуфабрикатов и отвечает за отгрузку. Технолог предприятия показал родителям, как организуется процесс переработки мяса, курицы и рыбы. Ну, я тут посмотрел, тут у каждого продукта, там у мяса свой цех, отдельный цех, у рыбы рыбный цех, яйца в отдельном цеху, картошка в другом цеху. Все продукты хранятся отдельно, складируются отдельно, все автоматизировано, очень жесткий контроль, как санитарный контроль, так и ветеринарный. Сейчас вот мы еще дегустацию пройдем и уже скажем насчет вкуса и качества продукта. Есть на фабрике и отдельный цех по обработке и хранению овощей. Например, очищенный картофель в вакууме может храниться в холодильнике семь суток. В таких завальцованных упаковках овощи поступают в школы. Таким образом, уже в школьных столовых время на очистку картофеля тратить не нужно. В связи с вводом ограничительных антиковидных мер, почти год у нас не было живого общения с родителями. Поэтому с 22 февраля мы дали старт мероприятиям Дни открытых дверей и круглые столы с родительской общественностью по вопросам питания школьников. Мы такие встречи уже провели в Башкирской гимназии, в гимназии номер один. И вот сегодня мы пригласили родителей, председателя родительских комитетов школ города, которые мы обслуживаем, посетить нашу заготовочную фабрику, чтобы они посмотрели, как, где производятся наши полуфабрикаты, в каких условиях. В заключении экскурсии всем присутствующим предложили продегустировать мясные и рыбные полуфабрикаты. Тефтели из говядины, котлеты из мяса птицы и рыбные биточки пришлись по вкусу всем без исключения представителям родительской общественности. Руководство предприятия «Гранд Логистик» в свою очередь заверило, что такие встречи в формате круглого стола и живого общения пройдут в течение марта во всех школах, которые обслуживает данный оператор питания.